Завелась трава и торчит из-под снега, как ни в чем зелена. Три измайловских корпуса, альфа, бета и вега, мы запомнили их имена. Здесь пространство до неба разрезано хордами, бродят утки с безумными мордами, стали грунт и вода одинаково твердыми, через вечность прибудет весна. Нам бы надо туда, но колючей метелью нас свернуло совсем не туда. Вот открыть бы глаза, очутиться в постели, и уже не вернуться сюда, только это, внучок, ерунда, как ни кинь, а нам нужно туда. Как-нибудь разменяем минуты на метры, и широкой, широкой дугой, ну не то чтобы по ветру, но и не против ветра, доберемся туда, дорогой. Там мы знаем все входы, двери, лифты и коды, в термопоте кипит кипяток. Что же, доброго времени года, но бывает подмерзный чуток. Я на траве лежал, уткнувшись в небо, жевал травинку, весело мне было, и ветерок, и запах чернозема, и шмель на васильке, и самое к земле прикосновение. Все было мило мне. Я точно знал, я воин, я землю защищаю от чудовищ. Одна лишь только мысль меня томила, а что если чудовище я сам? Вдруг кто-то сзади подкрался, гад, и стал меня ломать такая мать. Никто еще не мог меня осилить, а этот смог, лишь потому что сзади. Сумел меня поднять, да так, что перестал я слышать дыхание земли. И шмель на лопухе, и васильке, все расплылось. Он шейный ломал мне позвонки. Последнее, что помню, я был когда-то Ливией царем. И люди называли меня Антейн. Мы говорим, зима подступает, дыхание лису зимнейшая. Чай остывает, как заяц, прочь уносящий события радости. Дерево, за окном, о котором Инга сказала, так выглядит красота, становится ветром и шорохом, мы же объятия прячем в карманы. И смотрим на мир внутри прозрачного дня, как в пустую тарелку. С собачкой на дне колючей варежки детства. Думая, как так случилось, что война, революция и вечный огонь – это все мы. А с той стороны человек в вечно мерзнущей шапке вновь выводит себя на пробежку в лысеющих соснах. Что-то во всем этом происходит как бы без нас. Легкая, как бумага, так сказала бы Альгерт. А Юля добавила бы – плесень растет во рту языка. Мы беспокойны, как горящая шахта Восточной Европы, в легких которой дома, обожженная глина, проклятие. А зима говорит – посмотри, этот воздух чист, как руки ребенка. И мы говорим одними руками, а слезах говорим одними руками. В молчании устаревших моделей сотовых, кто их так теперь называют, есть что-то зловещее – Моторола, Самсунг, Нокия. Не могут изжить из себя дух несбывшихся разговоров. Забери их назад, седой китаец, чьей рукой они были сделаны. Они такие старые, что ты, наверное, уже умер. Пускай тебя похоронят среди ненужного пластика, как воина рядом со своим оружием. Жители окраин окуклилась, скопила, надышало тепло. Братья и сестры мои по кокону, глаза их прояснились, руки освободились для объятий. Время отпустить сандалии, упархивать балконные края. Время читать стихи, а не новости. Слушать мысли, а не ютуб. Время распаленной карамели. Янтаря, вязкая жарка. А потом по три раза ходят на опознание. Алматинцы не хотят верить в смерть. Протянулась пуповина. Ледяной иглой всеклась в заворот пупка. Мама смеется, ха-ха. Папа смеется, ха-ха. Ты так смешно говоришь по-азербайджански. Ты неправильно произносишь слова. У тебя ужасный акцент. Ртутного цвета пятно посреди твоего рта. Ты говоришь, а изо рта твоего падают ртутные шарики. Рассыпаются и отравляют мир вокруг. Помнишь, сестра, как мы разбили градусник и спрятали странные зеленые шарики под диван, чтобы никто никогда не заметил. Чтобы никто никогда не узнал о нашей ошибке. Спрятались под одеяло и притворились, что спим. Ртутные шарики обнимаются с полом. Целуют нас в губы. Неприлично, неправильно. Мама говорит, надо знать свой язык. Папа говорит, вы совсем обрусели. Если бы я не приехал в эту страну, у меня были бы нормальные дети. Выросли бы нормальные дети. Помнишь, сестра, как было стыдно, что мы обрусевшие дети, которые выросли на чужой земле. Что мы русбала, русбала. Атакан, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Принять приемных детей в свою семью? Постелишь нам спать на полу? Водителю маршрутки говорят, говорите по-русски, вы вообще-то в России. Я сижу в хвосте маршрутки и читаю Коран. На меня постоянно оборачивается женщина. Я для нее, как ртутные шарики внутривенно. Она хочет сказать мне, вы вообще-то в России, но я уже выхожу. Вы пишете как-то не по-русски, говорит мне Ка. Извините, пожалуйста, я больше не... Я по-другому не могу. Извините, Ка, я по-русски не умею. Выхожу на этой улице. Иду до общаги. В ней живут хорошие дочери и плохие. В ней живут обрусевшие дети и их грустные родители. В ней живет выходившая меня грузинка Нино. Мы держимся за руки и образуем цепь. Мы цепочка ртутных шариков. Хрупких и не ядовитых. Все как будто исчезло или не было дома под Невелем, где женщины что-то прятали, не заметая следов. Большие коробки, как кого-то хотели убить, но детям от того был праздник. Вроде отдаленный грохот войны или железной дороги и привкус песка в тылу дребезжания, как будто вода чуть позже уносит тот космос быстрого сна, который пересчету не поддается. От того все как дорога в отчаянном промельке. Но там, где полный фал, там никогда не заканчивается по капле источаемое небо, проветриваемое навсегда в странном бремени и как бы постфактум стоящее в глазах. Железом на быстро сходящем снегу, советская марка советских вождей, брошенная в воду. Я люблю это место, я там почувствовал себя защищенным, как в городе-комнате, где ловушки, или что-то приятное под Рождество, и уже знаешь, что обойдется без жертв, обойдется без жертв. Это вроде кавки, но без тупиков в механике сна, без самоистязаний и фигурок, на которых цены нет. Но всем есть цена. И это никуда не уйдет, и можно повторять до конца, это никуда не уйдет. Как в теплой воде, где тревога одна и та же, и проходящих цистерн пороха полон год. И ни от кого убегать не надо, ни от кого убегать не надо. Я знал четырех поэтов, я их любил до дрожи, губ, языка, гортани, я задерживал вздох, едва только чуял где-то чистое их дыхание, как я любил их, Боже, каждого из четырех. Первый со взором леля, в нимбе дождя и хмеля, готику сводов и шпилей, видел в полете пчел, лебедя в зеве котельной, ангелов солнечной пыли. В браке зари и розы несколько букв прочел. Другой, как ворон, был черен, как уличный воздух волен, как кровью был полон речью, нахохлен и неуклюж, серебряный бил картечью заброшенных колоколем, и френч его отражался в туте бульварных луж. Третий был в шаге легок, в слоге противологик, летуч, подленную музыку озвучивал наперед, горлом, сторонней свирели, мыслью, пружинней рыбы, в прыжке за золотом рябе, в кровь разбивающей рот. Был нежен и щедр последний, как зелень после потопа, он сам становился песней, когда по ночной реке пускал сиявший кораблик, и в воду, входя ночную, выныривал из-за хлеба, жемчугом на языке. Оркестр – незвучный рояль, рояль – незвучный гитар, гитара – незвончая птица, поэт – не лучший поэт, из четырех любому мне сладко вернуть любовью, то, что любил вначале, то, чего условий нет. Ближе к старости, вместо глухое, в городишко случайно хотел бы уехать, где есть парк и канал, где заполнен члебедь, а последним рыдает покоя. Где витрины аптеки, пробирки, эликсиров, цветных и целебных сиропов и гуляют по площади местных философов, чтобы ровно в четыре пройти мимо кирхи. Здесь уже не сложу я их жизни мозаик, потому что не знаю имен и истории, потому что зачем лишь и ехать-то стоит. И меня ни одна здесь собака не знает. Только ветер румянит мне щеки, ветер юности нежно-неистов, тот, что гонит по парку, как листья туристов, тот, что сводит с былым, а не с будущим счета. Остальное – покой, от артерии к вене, шепот крови оставьте в покое, чтоб хорошее, так же любя, как плохое, обгонять хоть на малое время забвения. У реки только один берег, второй, возникает лишь, когда делаешь шаг на мост, вода внизу, жидкий эскалатор, на который не успеваешь встать. Самый длинный в мире он бежит без тебя, унося вымокшую серую школу, сгоревший дом твоего деда, послеобеденный свет уезжающий на пропущенном поезде, заплесневелый хлеб, выцветшую одежду, обшарпанную мебель съемных квартир, автомобильные номера твоего города. Они держатся на поверхности, опытные пловцы, вода никогда не попадает им в уши, повинуясь движению реки, как вдох повинуется выдоху, они качаются в спасательные круги, чайки с криком набрасываются на свежую добычу, заклевывая ее до неузнаваемости. Все ищущие по мосту поют одну и ту же песню, слов не разобрать, кроме двух повторяющихся. Вчера и завтра, вчера и завтра, такие песни поют в темноте, все, что бросаешь в реку, застревает в решетке, а вода бросается в океан. Канализация – главная сокровищница города, обернувшись, не видишь моста, только эскалатор, бегущий в обратную сторону. Кио, кио. По колено, стоя в воде, не выпуская тачки, он мочится в реку. Возле моста напротив трубы, извергающей пену, и мыльную воду бань напротив заброшенного погоста, и еще невзорванной церкви на том берегу, он стоит в воде и мочится в реку, не понимая, как будто и сам как сюда забрел, а по лицу блуждают улыбка, то ли блаженство, то ли безумие, кончив нужду, он там и стоит, где скот обычно вброд переходит реку, стоит, не оправляя штанов, уставясь в поток, он ученобрякли паводковой водою, и он не знает, что делать дальше, так и стоит, держась двумя за свою тележку, и что-то бормочет, что-то мычит, но одно лишь слышно – кио, кио. Что это, притчат или проклятие? Каждой весною по мостовой железный грохочет гром, это кио-кио, в пустоту кивают, выкатил тачку свою, и подлай собак, он возникает в серой казенной шапке, в красных галошах собственной выклики, вот, вот он проходит, лязгая громыхая, чуждой всему и всем, и старухе вслед, крестятся скорбно, как на илью пророка, а мужики ворчат, проходи, проходи, дурак, или в Андреева хочешь? И дернув тачку, он исчезает в спящем сумраке дня, так же внезапно, как и пришел лишь рокот, ходит с собачьим брехом, то тут, то там, следуя по пятам. Зачем человек явился? Зачем, как судьбу толкает два колеса, и в празднике плащет, и лихо, улыбкой терпит, и радуется не к месту, я видел сам, как он с оркестром рядом шел похоронным, и, обнажая десны безумным ртом, весь ликовал, смеялся беззвучным смехом. Вот, мол, Кию, смотрите, Кию, Кию, что с него взять? Пришел, незнамо откуда, и неизвестно, где сгинет. Не отдавай, не отдавай меня в Андреева, говорила. Мать моя перед смертью, а у самой были такие глаза. Недавно, случаем, я проезжал это место, одноэтажный дом, старой постройки, без царя, перестроенный. В поле на выселках, можно сказать, барак, но с мезонином и на крыльце сидели. Люди все в том-то сером, стайка людей, не говоря меж собой, нахохляясь, как птица, выбившись из сил, упав с облаков, на полевое суденышко, но не это. Странно мне показалось не дом-приют, и не его обитателя, а то, что сам я. Кажется, был там, знаю, его изнутри, до половиц, до черных латунных ручек, в скрипах и запахах хлорки, урины и сквозняков, гуляющих коридором, хлопающих дверьми. Проходи, проходи. Вот они громы расходятся мостовыми, это кыя-кыя в небесах летит. На оглушительной тачке своей и слабой белой тянется инверсионный след за ним, медленно растекаясь и багровее, знаками тайн. Что он хотел сказать, думаю я, просыпаясь и на рассвете, через полвека путая сон и явь, всматриваюсь и вижу стоящего человека в мутной воде и вопрошающего опять. Что? Кого? Но нет у пустоты ответа. Нет и все. Ах ты, катание наше, мытье. Никуда от вас, иордан, флегетон, и лето. Или вахна у ног, не знаю. Кыя-кыя. Ему уже нет дела, какая луна за окном висела. Ему уже нет дела, какая война на окне сидела. Ему уже нет края, у него уже нет тела. Ему уже здесь просто нечего делать. А мы все бросаем кости, выбирая ход. Обычно выпадает немного, 3 плюс 2. Точки стерлись, почти видны едва. И однажды мы все варианты переберем. И не будет каждому делал до того, кто войдет в его дом. Хищные птицы, ленивые черви или ящерицы огня. Побредет ли он дальше пешком, полетит мотыльком. Над полями, где пепел кружит словно снег. Где свет вышибает мозги. Где мы забываем друг друга и прощаем долги. Я помню сны, которыми себя кормила в 8 лет. Они влетали молочной смесью, рубленной петрушкой, придающей цвет всему. И при вкус пыли подушка грудью кормит. Мой рот на улице кузнечики сцепляют пальцы над землей. Когда мне было 8, были ночи как изюм на вкус. А хапка тонких одеял увлажняла мне кожу. И в дверях всегда был свет. И пахло морской водой рыбы. И спальни родителей. И пальцы натыкались на что-то влажное. Мягкое, слизкое. Рубашку, в которой родилась моя сестра. На полу она лежала в чем-то белом. С которым надо очень осторожно. Рядом с великами, ботинками и роликами. Через пару лет запах рыбы уже во всех комнатах. Моя кожа загрубела и соднит от крошек пирога в постели. И выросли в длину коленей. И нынешняя постель гораздо дальше прежней не засыпает. И белые подушки мне больше не милы. У снов исчез пшеничный привкус. И на ночь лишь обои я могу держать за руку. Мама была уборщицей. Я иногда помогал. Я занимался творчеством. Но иногда помогал. Ничего не осталось от мамы. Ни писем, ни телеграмм. Ничего не осталось от мамы. Как от тысяч таких же мам. Русская уборка. Кислота и хлорка. Русская уборка. Кислота и хлорка. На тропинке тишина. И в болоте тишина. Лето половинка. Вот мужчина и жена. В синих брючках изо льна. Смотрят на тропинку. На тропинке жук и жук. Или жук с жучихой. Их мужчина и жена. В синих брючках изо льна. Не протягивая рук. Смотрят тихо-тихо. Здесь тропинка ни при чем. Тишина здесь. Прах и тлен. И смешная жалость. Стилистический прием. Акустический рефрен. Вот и все. Пожалуй. Лежали нерушимые. Как солдаты в снежном поле. Влага или кровь на пальцах. Я все еще. Примета. Как зарубка. Да кости. Чтобы вернулся. Милый. Оттуда. Откуда. Не. Из ада. Из сна. Из кокона. Темноты. Взял за руку. А она теплая. Как в первый вечер. Как в школе. Как в первый день войны. Загляни за темное. Где сад. Разбивает. Избавляет. Сам себя. И моя слюна. Ищет твою. Рой пчел. Жалит. Тело. Точно взгляд. На врожденного. Приходит солдат. К возлюбленной. У нее бедра. Из снега. Грудь. Из снега. Он приводит с собой. К ней. Маленькую. Смерть. И она говорит. Я никогда. Не была. Здесь. И ничего. Не видела. Здесь. И ничего. Мне не нравится. Здесь. Ничего. Здесь. Здесь. Ничего. Вещи выявляют собой. Очерчивая контуры восприятия. Складки промеж бережливых. Деревьев. Растущих. Словно маленькие. Кружки снега. Когда. Прекращают существование. Движение сознания. Амнезии. Вне. Тьма помещения. Выглядывая веществом шкафа. Переводимого чувством. Траектории муравья. Объявляет выбор мира объятого. Азбуку измерения. Растянутого до. Обычно понимаемого. Как письмо. Заражающее. Настоящим повествование. Прошлого. Протяженность будущего. Ожиданием. Неподвижным. Космогенезом. Как мухи. Звучащие периодом. Заостряет время. Костянки. Межплодник. Раскрывшись. Как ветру головокружения птицы трению крыльев стеклянное. Нежное ущелье пуха держится за тепло кирпичной освещенностью усом ногим. Записью солнца единого. Слышать тобой пониманием непрекаянно. Чертов протест. Черная площадь. Червонец платит. Чревоточина пленит. Четкий план. Чистка правительства. Чуждое поколение. Чумазый полковник. Черепа полицейских. Чемпиона подавления. Чумной пациент. Чмошный первый. Чмощный после. Чистое поле. Черта приоритетов. Человеческая планка. Чаяния пролетариата. Черенок плода. Черствое послевкусие. Черви питательные. Чучварой пахнет. Чихать приятно. Череда препятствий. Четвертое-пятое. Число пострадавших. Честный пиздец. Чудо присутствие. Человек без родного языка поязычески бредит и блудит. В лесу мета-свалки языков. Ау. Каркар. Гав. Желая сроднице. Ничтоже сумнящееся. Аматор начал рубить их. Врубаться в них. Смочить их. Мочиться. Мучась. Мучасграссас. Мутить с ними. Съек-съек. Критити. И тот же смущаясь, несмотря на смотрясь, чешую снимаясь, колосья подбирая, мессию упоминая, очертил чертеж чудик. Диковатого дюкувате. Парадис вихара. И. С метой мета сметал, смешал, месиво. Срубил с рук посмешище. Временного прибежища. Зык-ик. Хи-хи. Ха-ха. Человек без родного языка поязычески бредит и блудит. В лесу мета-свалки языков. Ау. Каркар. Гав. Желая сроднице. Ничтоже сумнящееся. Аматор начал рубить их. Врубаться в них. Смочить их. Мочиться. Мучась. Мучась грассась. Мутить с ними. Съек-съек. Критити. И тот же смущаясь. Несмотря на смотрясь. Чешую снимаясь. Колосья подбирая. Мессию упоминая. Очертил чертеж чудик. Диковатого дюкувате. Парадис вихара. И. С метой мета. С метал, смешал, смешал, месиво. Срубил с рук посмешище. Временного прибежища. Зык-ик. Хи-хи. Ха-ха.